Всем привет, девчонки-мальчишки! Скоро Новый год, поэтому я с удовольствием, как нормальный бьюти-блогер, буду показывать вам не только путешествия, там, влоги и так далее, а также мне хочется показать вам макияж новогодний. Может быть, я кого-то из вас вдохновлю на подобный образ, так как все-таки это новогодняя ночь, и хочется, чтобы макияж продержался долго, поэтому я сегодня вам покажу кое-что такое интересненькое, то, что вам поможет в новогоднюю ночь, можно так сказать. Многие еще из вас просили показать макияж с использованием бюджетной косметики, поэтому весь сегодняшний макияж я выполню при помощи косметики Maybelline New York, все, что нашла в магазинах. И начнем мы с бровей. Сегодня я покажу вам необычный продукт для бровей. Это тинт для бровей. Дело в том, что это необычный продукт, он держится на бровях 3 дня примерно. С этим продуктом ваши брови продержатся всю новогоднюю ночь. Потом еще все новогодние каникулы, то есть 1 января и 2 января уж точно. У меня оттенок Dark Brown, так как у меня как бы темные волосы. Тоненькая кисточка с прямыми волосками. В общем, на правую бровь я уже нанесла продукт, будем наносить налево. И я отступила от начала брови полсантиметра примерно, чтобы все выглядело максимально естественно. Тинт очень прост в применении. Нужно всего 3 шага. Нанесите его густым слоем на брови, близко к коже, без пробелов и создайте желаемую форму. Если нужно скорректировать брови или вы неаккуратно нанесли тинт, можно сразу подправить ватной палочкой. А еще вы можете регулировать интенсивность оттенка бровей. От 15 минут более естественные брови, а если вы будете ходить 2-3 часа, то получите более насыщенный цвет. Можно сказать, что я молодец, нанесла в принципе ровно. Если что-то где-то не так, я потом докорректирую другими продуктами для бровей, как бы это не страшно. В таком темном виде брови не останутся, не переживайте. И что я буду делать дальше? Пока брови подсыхают, я в течение этого времени буду делать макияж всего лица. Обязательно буду использовать праймер под макияж. Сами знаете, что он сохранит ваш макияж намного дольше, выровняет тон лица. В общем, за счет праймера всегда макияж выигрыш не смотрится. У меня есть 2 праймера. Один матирующий, это новинки, мастер прайм, и другой увлажняющий. У меня оба не зря, так как я матирующий буду наносить на Т-зону, а увлажняющий буду наносить на периферию, на остальную часть лица, так как Т-зона у меня быстрее жирнится. Теперь на все лицо нанесу матирующую основу. У меня она тоже от Maybelline, я ее очень люблю, Fit Me, бюджетная, но, девчонки, она очень хорошая. Если у кого-то комбинированная жирная кожа, то супер. Одна тональная основа не справилась со всеми проблемами, поэтому я буду использовать еще консилер. Легендарный популярный продукт, он тоже от фирмы Maybelline. Многофункциональный, мега популярный среди американских, европейских блогеров. Его многие любят. Еще этот консилер имеет уходовый компонент, ягоды Годжи и Галаксил, то есть он вообще the best of the best. Я его просто ношу с собой и чаще всего в последнее время использую место тонального крема. У него есть несколько способов нанесения. Его можно использовать точечно, то есть какие-то покраснения, пятнышка, прищечки и так далее на лице. А также он избавляет отлично от темных кругов под глазами. Еще можно его использовать как корректор, если у вас есть несколько оттенков потемнее, посветлее. Можете контурировать им свое лицо. А также можно выделять брови, то есть сами знаете, если нанести под бровь, то вы сделаете брови более выразительными. И взгляд, соответственно, более распахнутым. За счет такого аппликатора удобно растушевывать и наносить в труднодоступные места. Плюс ко всему сам продукт, он хорошо герметично упакован в тубу и не контактирует с воздухом, с кислородом. То есть он, в общем, хорошо защищен. Вы выкручиваете его просто и наносите под глаза. Под глаза обычно я наношу на носогубную складку. Затем просто пальчиком слегка прибиваю, очень аккуратненько растушевываю. Он отлично растушевывается, его не видно на лице. Следующий этап макияжа это нанесение пудры. Буду использовать рассыпчатую пудру от Maybelline Master Fix. Все, что нужно, это закрепить консилер, так как у него не матовый финиш и Т-зону. По желанию можете нанести на все лицо. Вообще, в целом, я хотела сделать акцент на брови, на губы и на коррекцию лица. Поэтому глаза я буду оформлять не ярко. У меня будут обычные нейтральные тени, выразительные глаза за счет стрелок, за счет ресниц. Но это, как обычно, мой стандартный макияж. Поэтому я буду использовать вот такую прикольную палеточку. И перед тем, как наносить тени, обязательно нанесите базу на век. Я возьму самый светлый такой сатиновый оттенок, нанесу его на все века подвижное. Посмотрите, какой он красивый. Тени, кстати, очень-очень мягкие и хорошо растушевываются. Темно-коричневую в складку века совсем немножко растушую. Старайтесь растушевывать к виску. Таким образом вы раскрываете и подтягиваете ваш взгляд. И на нижнее веко тоже нанесу коричневый оттенок. Хочу подвести глаза гелевой подводкой. Она у меня тоже от Maybelline, черного цвета. Оформляем реснички. Также у меня от Maybelline жуткий хайлайтер, Master Strobing Liquid. Посмотрите, какая красивая палетка румяна. И буду я использовать более такой холодный оттенок. В самом конце я оформлю губы. У меня потрясающая помада, потрясающего цвета, как я люблю. Но сейчас мы оформим до конца брови. То есть мы сейчас снимем пленочку. Все это делается очень легко. По росту волос аккуратно, просто аккуратненько. Цепляем и снимаем продукт пленкой. Медленно, не торопимся. Супер. Класс. Мы сейчас их еще расчешем. И все будет замечательно. Я безумно довольна этим продуктом. Просто потрясающе. Тем более он будет держаться несколько дней. Это крутяк. Это крутяк. Особенно представьте без макияжа. Брови на месте. Все прекрасно. Жизнь прекрасная. И хочу немного прокрасить. Буквально совсем чуть-чуть волоски на бровях. Тоже классная туша. Знаете, в чем ее прелесть? В туши присутствуют мелкие-мелкие волосинки. И они делают ваши брови более гущие. Оформим губы мы ярко. Так, как я люблю. У меня есть карандаш. Тушик он тоже от Maybelline красивого такого длинного цвета. И матовая помада от Maybelline такого же красивого оттенка под названием Divine Wine. Ну вот и все. Мой новогодний образ готов. Я в полном восторге от макияжа. Мне он безумно понравился. Я надеюсь, вам он тоже понравился. Желаю вам отлично отпраздновать Новый год. Хорошего вам настроения. И мечтайте. Ведь мечты сбываются. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok